Время 15.30, и я начинаю сегодняшний разговор о последней ступени подготовки кадров высшей квалификации, об обучении в аспирантуре, которая действует в рамках программы информатика и вычислительная техника и направления 05.13.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Данная программа реализуется как на русском, так и на английском языке, и по окончании обучения возможно получить степень кандидата технических наук. Но прежде чем мы более подробно поговорим о данном направлении, хотелось бы остановиться на том, что такое вообще обучение в аспирантуре и зачем оно нужно. Ну, главная цель аспирантуры – это получение максимально углубленных знаний внутри выбранной тематики. И обучение в аспирантуре, в научной форме обучения длится 4 года, и это время дается вам для того, чтобы более скрупулезно изучить проблемы, которые существуют в выбранном направлении. Ну, и иногда обучение в аспирантуре приводит и к тому, что человек в процессе может сделать какие-то новые научные открытия. Ну, и, естественно, это самообразование. Учеба в аспирантуре представляет такую уникальную возможность для самосовершенствования. Ну, также, что еще позволяет нам добиться данный этап обучения? Это возможность заниматься научной деятельностью. Во время обучения аспиранты могут спокойно и оправданно заниматься наукой, посещать научные конференции, выступать на этих конференциях, получать доступ к тем знаниям, которые здесь и сейчас в науке по интересующему направлению. Ну, и также по окончании аспирантуры вы можете заниматься и преподавательской деятельностью, диплом аспирантуры дает вам такое право. Ну, давайте теперь вернемся к нашему направлению 05.13.18 «Матмоделирование численной методы и комплекса программ». Я бы хотела небольшую выдержку сделать из паспорта специальности данной. Содержанием специальности является разработка фундаментальных основ и применения математического моделирования численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем. Важной особенностью специальности является то, что в работах, выполненных в ее рамках, должны присутствовать оригинальные результаты одновременно из трех областей. Матмоделирование, численные методы и комплексы программ. То есть это такая универсальная научная специальность, которая позволяет вам заниматься проблемами и в технических сферах, и в области информатики, вычислительной техники. И специальность, которая позволяет вам заниматься развитием теории, заниматься апробацией, развитием новых численных методов, их применения на каких-то конкретных задачах, допустим, из области авиационно-космической, или из нефтегазовой, или из машиностроительной области. То есть спектр приложения данной специальности очень широк. Как строится учебный процесс обучения в аспирантуре? Естественно, он довольно сильно будет отличаться от тех форматов, к которым вы привыкли в процессе обучения в бакалавриате и магистратуре. Здесь количество учебных дисциплин и количество таких контактных часов с преподавателями, оно уже не будет таким большим, как это было ранее. Здесь основной уклон делается на вашу научную работу. И в основном вы будете заниматься научно-исследовательской деятельностью, которая и будет заложена в основу вашей кандидатской диссертации. Давайте посмотрим те дисциплины, которые в рамках данного направления вы будете изучать. За 4 года обучения на почной программе, либо это 5 лет заочной, это следующие дисциплины, которые приведены здесь на слайде. То есть это матмоделирование и интеллектуальная система управления движением летательных аппаратов. Это численные методы проектирования инженерных конструкций систем. Это вычислительные методы интеллектуальных систем. Ну и так далее. Прикладные методы численного решения задач оптимального управления. То есть это такие специфические дисциплины, которые направлены на углубление ваших знаний в области численных методов, в области матмоделирования и комплексов программ. То, что соответствует вашему выбранному направлению. Также во время обучения вы будете проходить практику. Практика – это будет и научная работа, и практика на предприятиях, где вы сможете реализовывать результаты или применять результаты своей работы на конкретных предприятиях, чтобы проводить апробацию результатов вашей интеллектуальной деятельности. Ну, помимо конференций, да, это также и на предприятиях возможно делать. Ну, на слайде можете посмотреть предприятия, где предусматривается практика для наших аспирантов. Это и российские космические системы, и РКК «Энергия», вычислительный центр Российской академии наук. А, в общем-то, спектр предприятий здесь тоже довольно широк. Ну, и, наконец, карьера. Ну, как я уже и говорила в начале своего выступления, обучение в аспирантуре дает вам возможность, ну, прежде всего, заниматься научной деятельностью, заниматься преподавательской деятельностью. И так как вы будете потенциально, да, потенциально являться выпускниками аспирантуры по данному направлению, то вы можете вести научно-исследовательскую деятельность и в области функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, а также в области создания элементов и устройств вычислительной техники, которые основаны на каких-то новых физических и технических принципах. Также это методы обработки и накопления информации, это разработка алгоритмов, написание программ, используя самые современные языки программирования, ну и так далее. То есть очень широк диапазон вашей дальнейшей деятельности. Ну и, наконец, на последнем слайде вот общая информация собрана по данному направлению. Значит, форма обучения предусматривается и очная, и заочная. По очной форме обучения срок 4 года. Если вы выбираете заочный формат, то это 5 лет. Язык обучения и русский, и английский. Условия обучения, возможно, и бюджетная основа, и контрактная основа. Руководителем данной программы является директор инженерной академии Разумный Юрий Николаевич. Вот его почту вы можете здесь видеть. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Спасибо. 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 Спасибо.